Всем привет, друзья! Мы продолжаем наш тур по Санкт-Петербургу. И, конечно же, самое главное, что надо увидеть в Питере, кроме самого Питера. Ну, так он что-то специально. Ну, и, конечно, друзья, кроме самого Питера, что надо увидеть? Петергоф! В Санкт-Петербурге, что надо? Мы не так. В Санкт-Петербурге, друзья, кроме самого Питера, надо увидеть еще Петергоф! Пошли посмотрим его. На этот раз мы решили путешествовать на поезде, чтобы вспомнить молодость или детство свое. Поэтому мы собрали вещи. Нас трое, я, Лиля и наш сын Давид, и мы отправляемся в Питер. Вчера мне вам подкрепиться. Ну что, класс, конечно. Вообще, всеми видами транспорта интересно путешествовать, да? Ну и вообще путешествовать. Мы добрались до Питера, и это вокзал, в котором, кстати, я когда-то наблюдал, как снимали фильм «Анна Каренина». Тут сразу идут. Рядом с вокзалом находится метро, где вы можете спокойно перемещаться дальше по городу. Теперь, конечно, друзья, готовьтесь отдать немного денег. Даже не немного, но отдать денег за еду. Вот такой бульончик стоит 150 рублей. Ну, тут есть колбаска и яичко. И вот какой-то полеон 110 рублей. В общем, 600 рублей, чтобы нам вот так чуть-чуть перекусить. Главное правило путешественника – это то, что ты должен тратить столько же денег, сколько ты тратишь у себя дома. Блокадный трамвай. Представляете, друзья, этот трамвай во время блокады Питера служил опорой движущей силы. Кстати, мы встретились с Гариком. Это опять напомню вам Гарик. Это человек из Испании, из Санкт-Петербурга, путешественник. И, кстати, блогер, у него канал «Два колеса». Проехал недавно… Камедо Сотяго. Камедо Сотяго. Вот-вот, на этой штуке я хочу прокатиться. Ну, это метеор. Да, класс. Ты можешь, я говорю, отсюда поехать из Сотворецкого. Это первый дом Петра. Так называется домик Петра. Ничего не было здесь. Был лес, болото. Построили сперва этот домик, чтобы Петр мог здесь работать, то есть, прихватить строительство. Здесь первое число Петра. Нахимовское военно-морское училище. Ну, самое главное, около Нахимовского военно-морского училища находится что? Та-да-дам, революционный корабль. Это у нас, конечно же, «Аврора». Можешь добавить? Есть и «Аврора». Какой момент интересный, что этому кораблю до хрена лет. Строительство началось еще в начале столетия. А нос какой формы? Это очень важный момент, потому что сейчас современной лодкой как раз-таки стремятся к такой форме носа. Конечно, смотрится шикарно. Днева, друзья. Смотрите, какую лужат плитку, какой толщины. Представляете? Мы сейчас находимся на Петропавловской крепости, и это грандиозное монументальное сооружение. Обязательно, конечно, для посещения. Петропавловская крепость образовалась в 1705 году. «Зайчий остров» расположена в самом широком месте реки Мивы. Название «Зайчий остров» происходит от первого из финских названий. Янисари. Остров кролика. Виды, конечно, бомбический. Вот знаете, сейчас смотришь на Питер и понимаешь, круто. Вот потому что река, вот она такая мощная, грандиозная. Она чувствуется, вот эта сила здесь. Историческая значимость. Вилья обучает ребенка. Ну что тут, зайчик? На Зайчий мосте и на премьере зайчик. Нормально? На премьере. На непремьере. Остров был отвоен у Шрида в 1703 году. И отсюда берется история Санкт-Петербурга. Первоначально сооружения были земляными и деревянными. После большого наводнения часть укрепления была размыта. С 1706 года начинается строительство каменных сооружений, которое закончилось после уже смерти Петра Первого. В 1731 году собор приобрел статус кафедрального храма и стал усыпальницей дома Романовых. Здесь похоронены русские цари, начиная с Петра Первого до Николая Второго. Честно скажу, что не прямо вау. Я думал, что будет гораздо интереснее вот эта Петропавловская гриба. Да, посетить, погулять, но много времени тратить не хочется на это место. А теперь, друзья, смотрите, высокотехнологичный пляжик. Подогревает как солнцем, так и камешками. Соляри, так сказать, по-питерски. Кстати, вот видите, что там наверху есть люди. Тут можно пройти. Стоит 400 рублей по верхней части. Невский ворот от 1787 года. Класс! Ну, а здесь можно еще и покататься на лодочке. Не, классно смотрится. Конечно, когда есть вода рядом, сразу городу придает определенный шарм. И, знаете, шарм курортного города. Смотрите, какое интересное альтернативное использование для автобусов. Это туалет. Прикольно. Это такое оборудованное туалет, да? Первый раз вижу. Ух ты, кабинки даже есть у вас. Слушайте, круто. А зачем наклон такой? Одна и плата. Да, да. Ну, я быка не пользуюсь в туалетах. Это же для воспользования. Вы хотите, выходите. А, ну ясно. Как хорошо, как в тормитаже. Почему вы не, да? Ну, все-таки питерский автобус. Самый старый и первый деревянный мост в Санкт-Петербурге. Который перекинулся из Патропавловской крепости на другой берег. Чувствуется, что в Питере туризм на высшем уровне. Очень много людей. Много разного сервиса. В Санкт-Петербурге, друзья. Кроме самого Питера. Надо увидеть еще Петергоф. Пошли посмотрим его. Ребята, лайфхак. Чтобы тысяча в Питере стала не такой большой, берите литер. Ты такой на кассе и уже Петергоф. И уже тебе всю самую вот эту вот красоту сразу раз. Показал? Гражданам РФ и РБ, а также Союза. 450 рублей. Но, на самом деле, мне кажется, самая классная локация для фотографий и для съемки нужно выбирать у них тут. Потому что там фонтаны, золотые статуи, ну и сам домик Петра Первого. Посмотрите туда. Как хорошо быть царем. Покрыть все золотом. Социальным. Слушай, на самом деле, я думал, что это будет такой, какой-то более старый дом. А здесь какая-то довольно современная постройка. Мне говорили, что Петергоф надо сравнивать с Версалем. Я в Версале был. Мы проверим сейчас, какой король в итоге жил лучше. Питерский, Российский, Русский, либо Французы. Легендарный фонтанный комплекс изначально хотели строить вовсе не в Петергофе, а работу начали в Стрельне. Фонтановый комплекс строили больше века. За это время он обзавелся четырьмя каскадами и 173 фонтанами. Вот так он выходил. Хорошо я живу. А тебе представь, Максим, вот как это было поразительно в то время, когда у нас сегодня существуют дроны, самолеты, суперкрутые тачки, которые ездят уже без бензина. И нас поражает Петергоф. Как он поражал тогда тех людей? Конечно, в Петергоф, кто первый раз, обязательно нужно взять экскурсовода. Потому что то, что расскажет он вам, наверное, все не запомните, читая. Но вот то, что помню я из этих рассказов, что поразило лично меня, это то, что каждая здесь нанесенная фигура, скульптура, все что-то значит. Кто-то победил шведского короля обозначение. Где-то там еще что-то. Вот каждый знак. Вот все-таки как они любили заморочиться для того, чтобы, не знаю, показать свою значимость, еще что-то. Идея его создания принадлежит Петру Первому. Фонтанный комплекс Петергоф – один из лучших в мире. Он был построен в ответ Версалю. Водные конструкции Петрограда считают самые шикарные. Наибольший урон фонтаны получили во Вторую мировую войну. Тогда летняя резиденция Петра была практически полностью разрушена. Артиллерии. Я, честно, думал, что здание все же будет поинтереснее и монументальнее. Вот то же самое, что стоит в Питере. Фактически, это то же самое, только социального зола золота побольше. Реставрация Петергофа продолжается до сих пор. Центральное сооружение является Большой каскад. Это комплекс водных сооружений, украшенных вазами, рельефами и статуями. Самый интересный вопрос, как они с этими платьями здесь по вот таковой тропинке ходили. А еще в дождь. Еще в дождь, который здесь постоянно. Хотя, может быть, тогда была другая погода. Почему именно царь выбрал это место? Столько вопросов, столько вопросов. Вы должны понимать, что время года в Питере выбирать надо очень тщательно. И лучше всего, чтобы не упасть просак, это ездить и делать летом. Объясню почему. Потому что вот это все золото закрывают, насек, фонтаны выключают. И ходим здесь очень хромозглый холод. Если только у тебя не супер костюм для перехода в Антарктик. Или Антарктик. Особенности фонтанов Петергофа в их системе водоснабжения. В отличие от Версаля, где соорудили дорогостоящие водозводные сооружения, в нашей решили пустить воду на самотек. Были сооружены шлюзы и каналы, по которым из водоемов водошла самотеком до накопительных бассейнов верхнего сада. Музыка Но скажу, что Версаль поменьше будет, чем эта территория. Сзади меня сам королевский дом. И смотрите, сколько еще тут нет. Броди-броди, здесь точно нужна была карета либо гольф-карт. О, любители фонтанов были, а! О Версале, друзья, есть очень классная тема. Там есть водоворот. Огромнейший просто водоворот. Ты сделаешь? И это очень смотрится, просто офигительно. Конечно, все очень по-богатому. Думаю, это понравится место людям, которые любят такие исторические места, посещение музеев, неспешные прогулки. Но мне уже немножко становится скучновато. Территория огромная, а сил надо, чтобы посмотреть за выходные много. Мы дешевый способ передвижения по Питеру. Друзья, смотрите, насколько интересная все же архитектура в Питере. Во-первых, в принципе, невысокая постройка, но они все такие мощные, плотные, очень красивые. А сверху еще арха зашло, и там, наверное, на дне еще построили. Ну, то есть не жалели денег в то время, да, как-то на строительство домов. Вот идешь по такому району, а это всего лишь, друзья, окраина Санкт-Петербурга. Какой-то рабочий район, а так мощно. На самом деле мне Питера нравится. Если брать именно архитектуру, то здесь прикольно. Но заметил такой момент, что почему-то здесь очень одеваются странно. Не так модно, как в той же Москве. Какой-то вот есть свой у них питерский колорит. Это вам кажется, что театр, музей? Нет. Это метро, друзья. Просто метро. Даже считаю, что арендовать машины не стоит. Вот эти, ну, городские все красоты вы сможете увидеть и так. Это, друзья, Невский проспект. Это сердечко. Слышите? Это сердечко. Сердечко Питера. Погода, конечно, немножко подпортилась, но это же Питер. Невский проспект. Главная улица Санкт-Петербурга. Сейчас как раз можно прочувствовать питерскую погоду. Пасмурно, моросит маленький дождик, ветер херячет. Без курточки в Питер лучше не ехать. С левой стороны мы видим гостиный двор. Огромнейшее сооружение. И вот здесь хочется сказать монументально. Сейчас это вроде как рынок. Казанский собор, друзья. И смотрите, даже там в углове пирамида. Смотрится красиво. Вот мне такой больше нравится формат. Хоть даже и серость это, но все же. Смотрится так неплохо, да? Казанский собор. Один из крупнейших храмов в Санкт-Петербурге. Построен на Невском проспекте в 1801 году. А может это просто покрытие и вылеты из бетона? Очень странно для храма. Мне кажется, что крест этот прифигачили уже потом, потому что первый раз я вижу такой храм, чтобы еще с такими арками. Единственное, что я такое видел, похожее, это в Ватикане. Может это просто малая копия? Как будто в Венеции или в Амстердаме. В Амстердаме канал уже и вот такие же узкие дорожки. И это улица красных фонарей практически. Ну вот это реально монументально уже. Вот это только колонна. Одна сколько вопросов и как мало ответов. Прямо так идешь, прям веет отсюда. Крутизной, да? Дворцовая площадь. Главная площадь Санкт-Петербурга. Архитектурный ансамбль. Название площади дал Зимний дворец с южным фасадом, выходящим на площадь. На Дворцовой площади проводятся концерты, массовые мероприятия. Это самое популярное место в Санкт-Петербурге. Ничего, Сережа, ты поешь? Я даже почти как зону. В центре площади возвышается Александровская колонна. 1830 года начало постройки. Из гигантского полированного монолита, розового гранита, высотой 25,6 саженцев. Примечательно, что колонна держится на постаменте только за счет собственного места. Дворцовая площадь Санкт-Петербурга. Какой-то индус. Ну что, согласится или нет? Да, согласна. Смотришь, вроде все красиво, но достаточно пустынно как-то здесь. И да, а там разводные мосты, друзья. Самое крутое здание, по мнению Лилия. Исаакиевский собор. Неотъемлемая часть архитектурного облика Санкт-Петербурга. Наредух с медным всадником, Петропавловской крепостью и шпилем адмиралтейством. Он является одним из символов города на Неве. А также, по моему мнению, одно из самых красивых зданий в Санкт-Петербурге. Питер – это один из достойнейших городов России, где обязательно надо вот так вот голове себе поставить. Уважаемые, посетители, дети, не воде, ничего, дети, не указали. Вход закрывается. Вход закрывается, а Питер открывается, ребятушки. Всю жизнь можно сюда приезжать раз в полгода на выходные. И каждый раз Питер вас чем-то будет удивлять. Друзья, мы продолжаем дальше путешествие по Санкт-Петербургу. И сейчас за мной находится церковь, и мы находимся на острове Кронштадт. Считается, что одно из красивых и достопримечательных мест Петербурга. Не знаю, я не любитель этих всяких церквей, и, конечно, какие-то грандиозные здания я люблю. Но здесь прямо вот людям, наверное, паломникам в Питере будет самое то. Морской собор в Кронштадте – это один из главных достопримечательностей города. Грандиозная постройка является уникальным памятником героизма и отваги русских моряков. История морского собора в Кронштадте трагична. Величенный храм строился 10 лет. Но уже через 15 лет был разорен, закрыт и более 70 лет не использовался. Только в 2013 году главный самый крупный морской храм в России вновь был открыт для прихожан. Кронштадт – это как маленький Питер. Ну и, конечно, в маленьком городе должна быть огромнейшая церковь. Пока на данный момент то, что я вижу, в самом Петербурге гораздо интереснее. Я бы уже вот специально за этого сюда бы не поехал. Если, конечно, вы не любитель церквей. В Кронштадте есть очень красивый парк. Ну и, наверное, и больше здесь толком мне делать нечего. Я бы сказал, что это такое место, ну, когда ты уже все посмотрел в Санкт-Петербурге, можно сюда заехать. Единственное, что здесь сейчас это будет реально интересно, потому что, опять же, скоро будет парад. Это лодки. Та-да-дам, та-дам, вот это стилище. Это, кстати, музей. Это единственное интересное место в Кронштадте. Кстати, это парк Патруль. Представляете, сколько она стоит? Один раз запустить. Вау. Ха-ха. 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 Вот такая немаленькая лодочка может погрузиться на 500 метров. Тянут меня все же корабли. Это, кстати, пожарный корабль. Смотрите, друзья, какая силища. Здесь есть ремонтный док, который 1952 года. Вау! Сухой док. И это, кстати, движущийся мост. Основатель Кронштадта. Сам Петр, подведя итог, что такое Кронштадт. Кронштадт – это военный городок, который был организован Петром. И здесь в основном были военные дома, они здесь жили. Ну, а сейчас… Казармы. Казармы, да-да. А сейчас это уже как большой город с населением около 200 тысяч. Ванька! Ты же заволновался, Ванька? Здорово. А? Ну скажи, заволновался? Аж так обрадовался, так обрадовался. Кстати, а вы помните вообще, кто такой Вань? Ванька Ефремов. Это же великий горщик, великий горщик боевых фур. Да? Да согласен. Короче, ладно. Из-за вот этого я тоже вот… Стал вот таким же тоже, как вон, короче. То есть человек так себе. Что из меня. Я не очень хороший человек. В общем, мы сейчас едем на Ванькиной тачке, арендованной уже по Питеру. Поедем, посмотрим красивые достопримечательности, которые можно увидеть только с воды. Я покажу в Питере? Да, Иванька-американец. Тебя, кстати, можно же применовывать, не Ванька гонщика, а Ванька-американец. Пиндос. Go home, Yankee. Друзья, конечно, если ты находишься в Питере, ты просто обязан походить по рекам. Потому что это, на самом деле, круто. Почувствуешь колорит Санкт-Петербурга с воды. А иногда он реально отличается от пеших прогулок. Приводом позволяет поднять конструкцию весом 360, ну, всего за две с половиной минуты. Играет музыка. Интересно. Приходится, правда, бегать и здесь показать, всю показать красоту, но так, знаете, заманчиво и интересно. Вон пыжик. Пыжик? Вон чижик-пыжик. Вот, видишь, тут стоят на них? Да? Нет. Вот чижик-пыжик, вот он, вот он, вот он. И что это за чижик-пыжик, что это? Ну, зрел такой. Что это? Пиф! На самом деле, вот смотришь на эти все дома. И вот, знаете, питерский такой архитектурный стиль. Все дома приклеены друг к другу. Я понимаю, что, возможно, что они просто экономили между друг другом за счет взаимодействия с друг другом одной стены, но вот какой-то вот этот калорийный такой, что все слепленное. Идем в такой очень странный ресторан. Лиля придумала себе. О, смотри, бесплатные маски. Куда мы приехали? Это самый крутой ресторан, по-моему, минимум, который я знаю в Питере. Называется квартира Кости Кроица. Мы зашли в подъезд. Это реальный дом. Здесь живут люди. Сюда можно зайти только зная код или имя и ключ. Выходим на код. Ну, если бы не вот эта штука, мне, когда вы смотрите, вот эта квартира раз, вот эта квартира два, вот эта квартира три. Прикольно. И приезжаем в квартиру номер восемь. Доброе утро. А сейчас вам расскажем. Ну, что приятно? Ну, пока так. Ресторан, ресторан. Реальная квартира. И это реальная кухня. Если ты хочешь что-то приготовить сам, у тебя есть вот эта возможность. То есть ты можешь все прийти и сделать для себя. То есть это такая крутая вещь. Здесь можно переночевать. Здесь можно попить чай в чай. Здесь есть кабинет, можно поработать. Так, что же мы можем здесь попробовать? Ну, место такое прикольное. Это сейчас мы на кухне сидим. Это кухонное. Это туалет. Здесь можно принять ванну. Это чайная. Чайная? Это чайная. Здесь курят. Это чайная. Здесь можно попить чай. Прикольно. Да, можно прийти сюда. Поработать. Вот, верим. А сердце этой квартирки находится вот здесь. Вот здесь можно переночевать. Вот вас ждут тапочки. И там можно было, не знаю, как сейчас, переночевать. Ну и вот, что мы заказали. Это суп у нас тамьян. Я обожаю. Равиоли с рыбой. И тартар. Так, пробуем теперь тартар. Неплохо, но мне хватает соли и перца. Тамьян. Отлично, но у нас забрали ложку. Вкусно, интересно, но мало. Есть разные магазины со всякими сладостями. Представляете, какие карамели вкусные. Тут, кстати, прямо сразу ребята его и делают. Тягучка такая. Вот такой уличный стрит-арт. Максим, это вам слили от меня подарок. Ну, можно сказать, что улица прямо движет. Люди нескончаемым потоком валят и валят. Спас на корове, друзья. Монументально. Прямо... На Москву похож, правда? Блин, ну да. На московский вот этот собор, который на красной площади. Да? Слушай, ну прямо у вас столько детализации, да? Вау. Не, ну это крутое, да. На самом деле прямо чувствуется, что здание столько детализаций, столько мелочей, столько всего. Пас на крови. Церковь построена была на том месте, где произошел теракт. Сейчас так бы его назвали. А так убийство императора. Смотришь на бусы, думаешь, блин, ну как так, а? Из такого буса сделали туалет. Ты стеешь? Хорошо, конечно, у друзей останавливаться в Санкт-Петербурге, но вообще в Питере достаточно много хостелов довольно дешевых. Можно, в принципе, там за 5-10 долларов спокойно переночевать. Ну и, в принципе, дешевые отели. Но скажу вам, по Питеру гулять это все же тяжко. Устаешь, устаешь. Много очень интересной культурной информации. Хорошо, что мы дома. Можно и отдохнуть. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!